СМЕРТЕЛЬНЫЙ Номер 32-летний артист скончался после одной затяжки известной курительной смеси «Спайс». Познакомились с парнем на улице. Он сказал, что может привезти травы. Он нас уверил, что это не химия. Курительную смесь знаменитый артист приобрел вместе с коллегами из Ярославского цирка Виктором Фоменко и Максимом Бреда. Друзей акробата чудом удалось спасти. Первый упал Груслава. Я его пытался поднять. Я тоже примутнил от сознания. Многие вообще не ходили. Смерть известного акробата подхлеснула очередную волну возмущений. Жители Ярославля жалуются, что прямо на улицах областного центра можно легко найти номера наркодилеров, и «Спайс» может приобрести любой школьник. Здравствуйте. Здравствуйте, Алена. Меня зовут Алена. Я пришла рассказать свое горе. Тебе 21 год? Да. И сколько вы замужем? Два года почти. В мае будет. И когда узнали, что муж курит? Когда забеременела. То есть он не стесняясь стал курить дома, или он курил до этого? Нет, он сначала курил, по улицам ходил. Я как-то этого не замечала. Потом я уже начала анализировать, что это что-то не то. Не может, как бы. Он сначала один, потом другой. Ну, ты же видишь, вот мы сейчас разговаривали с Артуром. Артур признался, что у него вот есть это состояние. Покажите нам еще порцию видео, в каком состоянии. Еще одна. Куда слышит? Почему я мамы с мамой не послушала? Почему ты с ним послушала? Я не знаю, почему я их не послушала. У спайсов надо перекурить травы наркотическую. Иди! Иди! Назуся! Ты в таком состоянии не была? Никогда не была. А бабушка, извини, просто разговор на чистоту. Сегодня раз у нас, да? Вера Ленинна, то есть вы... Сергей не видит, а вы видели такие состояния? Видела, конечно. Потому что он боится идти домой. Я не хочу сказать, что он совсем без памяти и не отвечает за свои действия. Но действия настолько неадекватные и неестественные. Я без памяти люблю своего внука и до сих пор, хотя столько приходится переживать. И видеть, что делается с человеком, который покурил, это ужасно. Это не объяснить. Потому что мне очень страшно. А во время рекламы к нам присоединились жители Пятигорска. Это Владислав Муравский с мамой Викторией. Владислав впервые попробовал спайс, когда ему было 12 лет. Здравствуйте. Я хочу обратиться к мамам, которые надеются на чудо и ждут, что их дети сами образумятся. Никогда они не образумятся и сами они не попросят помощи. Я тоже долго очень надеялась, ждала. В какой-то момент я поняла, что это невозможно. Я могу сказать, что я где-то хитростью, обманом, подкупом, я вырвала его из этой среды. Я могу гордиться, в принципе, собой, что я смогла это сделать. Вот вышла мама. У нее ребенок с 10 лет употребляет наркотики. Я говорю о том, что нужна реабилитационная программа для детей, в том числе. Комплексная программа реабилитации и ресоциализации зависла в правительстве. Говорите о том, что деньги нужны на это. Зачем нам другие инновации? И у нас детей спасать надо. Вот у Светланы проблема с сыном куриц 10. Данила тоже, как я понимаю, с 10 лет... Да, мы узнали 3 года назад, что с Дабием тоже такое произошло. Беда, когда мы узнали, это вообще был для нас, конечно, страх, боль. Боль из-за своего ребенка, из-за ребят будущих, которые... Сейчас же, смотрите, наркомания стала совсем молодая. 10 лет подсаживают наших ребят. Вы куда отправились, Данила? Мы везде пытались, и школа нам помогала, и сотрудники, мои коллеги помогали, везде пытались. Но никуда не могли пробиться, пока папа его у Данила не встретил, не познакомился с Александром. Это реабилитационный центр, город Ухта находится. И вот мы его туда отправили. Конечно, без его согласия, он даже не знал. Утром рано папа подъехал на машине, его как бы в машину посадили и увезли. Но я думаю, что сейчас сам Данил расскажет. Сколько ты уже держишься? Два месяца почти. Слава Богу, все у нас хорошо. Он снова занялся спортом, стал в качалку ходить, тренировать свое тело. Ну и душу, и мысли, конечно, тоже совсем... Ну нужно держаться, нужно держаться. Мы, понимаешь, да, что... Это бесплатно. Ну и ты понимаешь, что сможешь выйти на улицу, встретить своих бывших друзей и удержаться? Я уже встречал их, они мне предлагали. Я просто категорически отказывался и говорил, с этой темой ко мне не подходите. И это неинтересно. Все будут кричать вслед, что небо – предел. Но ты лети вверх, куда ты хотел. Пусть этот мир весь узнает, о чем ты мечтал. Субтитры сделал DimaTorzok